О боже мой! Родителям нельзя говорить про секс при детях! Готов? Да. Думаю, да. Та, Тиратин-дата, Татиратин-дари, Татиратин-дата, Татиратин-дари, Татиратин-дари, Татиратин-дари. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал «Коротко, а не коротком». С вами Кин, и сразу оговорюсь, в этом обзоре я не буду сравнивать сюжеты мультсериала и комикса «Неуязвимый». Во-первых, потому что комикс есть комикс, ну а мультсериал — это мультсериал. Ну а во-вторых, потому что я бы хотел дать сравнить вам самим. Ну а поможет вам в этом вот этот замечательный комикс, на котором и основан данный мультсериал, и который я бы хотел разыграть. Ну и условия, конечно, как всегда, банальны и просты. Лайк, подписка и комментарий, в котором я бы хотел, чтобы вы написали вашего любимого супергероя, но не из вселенных Марвел или DC, а из каких-нибудь других, например, из тех же пацанов. И, как обычно, подробности вы найдете в описании. Ну а сейчас встречайте! Неуязвимый. Подросток Марк Грейсон живет самой обычной жизнью. Ходит в школу, читает комиксы, подрабатывает в бургерной. Только вот одно но. Еще будучи ребенком, Марк узнает, что его отец не кто иной, как супергерой, пришелец другой планеты. Знаю, сложно такое смыслить, но ты наполовину вилдрумит, сынок. И с того момента Марк только и ждет, когда же проявятся его суперсилы. И вот, наконец-то, момент настал. Давно пора. Теперь он может летать, обладает невероятной силой и практически неуязвим. Чего еще можно желать? Мечта сбылась. Но вот обычные подростковые проблемы никто не отменял. А поэтому Марку придется совмещать жизнь обычного рядового шкалера и защитника планеты. А вот получится ли у него это, узнаете в мультсериале. Неуязвимый. Что ж, могу поздравить, мы получили сольник супербоя. Ну или Человека-паука. Поначалу подумал я. Посудите сами. Обычный подросток открывает в себе суперсилы и пытается их контролировать. Пока землю защищают Чернокрыл, Женщина-воин, Алый Вихрь, Марсианин, Зеленый Призрак и другие. Хмм. А эти ребята вам никого не напоминают? Дайте подумать. Не, вроде никого. И на самом деле я даже чутка расстроился, полагая, что я буду смотреть Амаш на DC. Но концовка первой серии развеяла мои ожидания. И начиная со второй серии, сериал приобретает собственное лицо. Красиво посылает DC куда подальше. И как по мне, это хорошо. Просто смысл смотреть Амаш на мульты DC, если можно посмотреть мульты DC. Кстати, забавно то, что комикс неуязвимый принадлежит Image Comics. Студии, некоторые основатели которой до этого работали над комиксами Marvel. А именно Людьми Икс. Еще забавно то, что когда-то давно я уже натыкался на этот комикс, лежащий на прилавках. И тогда я подумал, что это какая-то шляпа. Но, кстати, ознакомившись с ним поподробнее, я понимаю, что зря я так думал. Но возвращаясь к мультсериалу, не могу не отметить, что хоть он и обретает собственный сюжет, но все же люди, пожирающие супергеройку, как и я, скорее всего почувствуют в нем вторичность. Так как он не приносит ничего радикально нового в жанр. Хотя он грамотно обыгрывает альтернативные истории уже придуманных супергероев. Таких, как, например, тот же Супермен. Можно, конечно, сказать, что в данном мультсериале есть кровь и жестокость. Стойте! Отвалите от этих... Но, блин, это у вагона маленькая тележка в мультселенной DC. Хотя все же столь явный показ всего этого скорее больше напоминает пацанов. Но, по крайней мере, у меня от этого в мульте какого-то вау-эффекта не было. Но не могу отрицать того факта, что если вы не так часто, как я, зависаете в мирах супергероев, то показ всей этой кровищи и насилия на экране вас, скорее всего, приятно, ну или же наоборот, удивит. Все же есть одно радикальное отличие неуязвимого от вселенной DC. И это яркость. А если быть точнее, то неуязвимый, очень яркий и красочный мульт в духе Marvel. Но на этом связь с Marvel не заканчивается. Вам никого не напоминает этот мужик? Конечно, помимо Супермена, с которого явно переписывали его в плане сил. Хорошо, дам подсказку. Человека-паука на первую полосу из приличной фотографии. Да, я так думаю, вы поняли, к чему я веду. В оригинале голос Омнимена принадлежит Джейке Симмонсу. И, как по мне, это идеальное попадание, что в плане голоса, что в плане внешности. Хоть я и смотрел с озвучкой, но для обзора я глянул серии в оригинале. Но это не последнее знакомое имя в мульте. Так как голосом Марка говорит Стивен Ян, он же Гленн из «Ходячих мертвецов». Но и это еще не все. Сандра О, Зази Битц, Сет Роген, Уолтон Гогенс, Джиллиан Джейкобс, Закари Квинта, Марк Хэмилл и другие. Согласитесь, не слабо. Касательно музыки, признаюсь, треки мне не особо знакомые. Но местами цепляющие. Ну и, пожалуй, на этом подведем итог. Хоть, как я и сказал, фанаты супергеройки почувствуют заимствование из других работ, но эта вторичность не делает мультсериал хуже. Бодрый сюжет интересен не только своими гэгами, но и подниманием важных вопросов. Вопросов о принятии веры в себя, вопросов любви, как интимной, так и родительской. И вопросов доверия. И все это обернуто в зубодробительный визуал, который не даст заскучать. Мультсериал хоть и чувствуется вторичным, но при этом он все же имеет свой характер. Также, пока что по неподтвержденным данным, в разработке находится полнометражный фильм по неуязвимому. Пока что точно не скажу, в анимационном формате или лайв-экшен. Но могу сказать одно. Я буду только рад увидеть эту историю на большом экране. Неуязвимый. Ну а на этом у нас все. И всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, то подпишитесь на канал и поставьте свой мега супергеройский лайк. А также, само собой, не забывайте про конкурс. Подробности в описании. Также в описании я оставлю ссылки, по которым вы при желании можете поддержать канал. Еще в описании вы сможете найти детальную информацию о сериале. И ссылки на мой инстаграм и группу ВК. В которые мы выкладываем различные новости кино и сериалов. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И увидимся в следующей серии. Пока. А ты кто еще такой? Я... Я... Я над этим работаю. Может быть, у тебя есть предложение?